Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики и браты и сестры Христе, и все люди на земле. Я всем желаю радости, веселья, счастья, мира, долготерпения, всякого блага в душу вашу, в дома ваши, во все сферы жизни вашей. Сегодня поговорим о Боге, о человеке. У меня есть на канале отдельный плейлист «Бог, Иисус Христос, Человек, Мироздание», ну, все, что связано с такими вот вещами. Я стараюсь туда отдельно все эти видео собирать. И сегодня я хотел бы поговорить о теме опять и бессмертия человеческой души, как ибо мы образ и подобие Бога, всегда ли Божье Слово верно, как мы понимаем Писание. Вы знаете о том, что я все время говорю, что то же самое Писание всегда надо воспринимать только в контексте, в призме истины. Это обязательно. Вот сегодня мы с вами почитаем. Я хочу, ну, в принципе, в свободной форме смысле, а я кое-какие вещи все-таки хочу зачитать вам. Вы помните, как во второй главе книги Бытия мы с вами читаем, что Господь заповедует сотворенному людям, мужчине и женщине, Адаму с Евой, какую дает заповедь. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в раю ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот многие ли задумываются, ну, я говорю, ролик я до сих пор не знаю, как назвать там. Я о первородном грехе хочу отдельно записать. Вот человек умер или нет? Все считают, что вот первородный грех, что он там скушал, вкусил этот плод. И я, кстати, согласен, я не спорю с этим, это я так подшущиваю. Но человек-то умер или нет? Все скажут, да, 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 Аминь, нет. Читаем дальше, что происходит. Ну, я вкратце, да, поэтому я специально не стал сегодня за стул садиться, на кресло, чтобы эти тексты вам там на экране, так, в свободной форме. Вы все помните, да? Я не буду сначала читать. Да, можно сначала. И сказал жена змей подлинно, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змей, плоды с деревьев мы можем, с деревьев есть только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, ибо... И не прикасайтесь, но это уже Ева прибавила, да, к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, и ела, и умерла. Умерла Ева, когда съела. Бог говорит, в день, в который ты вкусишь, в день, в час, ты умрешь. Это слова Божьи. Вы знаете, как я терпеть не могу, когда Библию называют словом Божьим. Но Бог же сказал, в день, мы с вами только что прочитали, в день, в который ты вкусишь от древа познания и зла, ты умрешь. Ева вкусила, умерла. Вы сейчас мне скажете, что вот это он уже не сказал тут же, а в день. Они как раз умерли. А не умерли в тот день, тоже не умерли. Так же дала мужу своему, и он ел. Он умер? Нет. Давайте прямо честно себе ответим на вопрос, что слово умер, это слово смерть. У нас нет другой ассоциации, это конец. Не надо сейчас опять, это мы дальше прочитаем, про который кожаной одежды Бог сшил человеку. Реально, Бог сказал, вы умрете. По-русски написано, пусть это синодальный перевод, другие переводы точно такие же. В этом плане можете сверить. Умер человек? Не умер. Ева, женщина умерла? Нет. Адам вкусил, умер? Нет. Бог солгал? Но те, кто пытаются вечно все оправдать, даже не думая просто, только потому, что ты вот так рассуждаешь, начинают сразу просто вот, да, ты еретик. Нет, подождите. Бог сказал, ты умрешь. Они не умирают. Более того, получается, сбываются даже слова сатаны. И открылись глаза у них, как он им сказал, у обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себя опоясанью. Правда, он-то им обещал, что они будут как боги, а они и не стали совсем, да. А они, наоборот, устыдились. И открылись глаза, да, открылись. Но на что? На свою наготу. И сшили смоковные листья, и сделали себя опоясанью. И услышали голос Господа в раю. Я не пойму, а грешники, они вообще голос Бога слышат? У нас вот грешники, грешники, мирские. Это вот мы тут, святоши, там, в капищах или в своих собраниях, там, Богу славу воздаем. Грешников Бог не слышит. Я не понял. Первый грех. И они слышат голос Бога. Вкушают запретный плод, который в теории должен вообще их убить. А они вместо убийства слышат голос Божий. Вы никогда об этом не задумывались? А я задумываюсь. И делаю правильные выводы. Бог есть любовь. О чем я всегда говорю. Бог сказал, сказал. Бог исполнил. Нет, не исполнил. Они не умерли. Они услышали в очередной раз. А по сути, получается... Вы, кстати, задумайтесь о том, что это чуть ли, конечно, Господь им заповедал. Знаете, было бы даже... Действительно, если бы было написано, что это у них просто на сердце лежало. А по сути, это практически прямое обращение к человеку. Но это, конечно, не первое было. А жаль. А то бы контрастик какой был. Они грешат и слышат голос Бога. Они не умирают. Не совести написано, как это любят там. Я терпеть не могу, когда вообще это слово, если честно, оно абсолютно атеистическое. Никакой совести нет у человека. Человек есть Бог в сердце. Достаточно у нас и так слов понапридумали. Я есть личность. И она выбирает каждый раз. И Бог и есть в тебе. Бог и есть этот свет. Бог и есть эта истина. Потому что совесть ассоциирует именно с этим. С абсолютной такой... Вы почитайте, что такое совесть. Атеистический термин. Я говорю, что это вот что-то чистое, что-то светлое в человеке, который говорит ему, что добро, что зло. Но у нормального верующего человека, а верующие, по сути, веримы в Бога или нет, не важно. Он просто есть. Он и есть истина. И это истина в тебе. Вот еще совесть придумали. Да в Ветхом Союзе нет этого слова вообще, что и правильно. Голос Бога они услышали, а не совести. Бог их начал обличать в грехе. Не совесть человека обличает, а Бог. Это очень важно. Да ты ерундой занимаешься, там ковыряешься. Ну как же ерундой? Ну что за совесть? Бог. Бог мне говорит. Какой же они услышали от него голос? Они умерли? Или он им сразу стал их казнить, рубить мечами, секирами, Адама резать, членить там Еву? Так начал Господь поступать? Нет. Он спрашивает, Адам, ты где? Где ты, мой мальчик? Что с тобой случилось? Он ему говорит. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нахрен скрылся. Кстати, заметьте, какой голос Бога он услышал? Возможно, он его сразу взывал. Адам, Адам, где ты? То есть мы так читаем просто, да? Возможно, голос Бога просто звучал. Ну он пел песни, можно так сказать. Он услышал и убоялся. Поэтому он его спрашивает, где ты? А возможно, просто нам описано, как будто он раз сказал, где ты. То есть Бог стал взывать к Адаму, где ты, Адам? Потому что, да, у него появилась совесть. Он Бога выгнал, у него там какая-то своя совесть появилась. Что уже Бог его и уже ищет. Она уже не в нем, она уже отдельно от него. Где ты? Он его взывает. Голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нахрен скрылся. Ну и вы знаете всю эту историю. Мы же сегодня с вами не Ветхий Завет читаем, не книгу бытия. Вот когда мы читаем, знаете, вот, правда, хочется сказать, в простоте сердца только в кавычках. Вот настолько мы прям до боли простые, что вот сами ничего понять не можем. Ну, надо же когда-нибудь задуматься над такими вещами. Вот как нам описано в Библии. Кстати, так и было. Первый человек, Бог его сотворяет. Бог его разделяет на двух личностей, на женский и мужской пол, на Адама и Еву. Они согрешают. Бог им дает заповедь, они согрешают. Бог им дает заповедь с обетованием смерти. Они согрешают, нарушав эту заповедь. Бог их убивает, умершвляет. Он положил закон этой смерти? Нет. Он сделал предупреждение. Они не умирают, по его слову, по крайней мере, так, как мы это видим и читаем. Более того, он призывает их к покаянию. Но это я отдельный ролик хочу записать о первородном грехе, как так называемом. Вот кто знает, что случилось бы, если бы они покаялись? Вот если бы они не стали метать стрелы друг на друга на сатану, друг на дружку, а потом вообще Богу тыкать, тычить, это же ты все, ты во всем виноват, ведь именно так сделал Адам. Если бы они этого не сделали, если бы они покались, они бы умерли, вообще произошло бы то, что все потом мы знаем описано и произошло. Никто не знает. Понятно, это я вам всегда говорю об антиномиях, это неразрешимая антиномия. Казалось бы, человек мог этого не сделать, но мы все это делаем. Почему я и, вы знаете, рассказываю теперь, мне это уже четко открыто, я так вижу, я не настаиваю, не хотите, можете в это не верить. Мне Бог это кладет на сердце, я считаю, что Бог, почему я так считаю? Потому что я стремлюсь к истине, искренне стремлюсь к истине, к познанию. Причем все это, конечная цель моего познания истины таковой, как любовь, это тоже очень важно. Благо. Я хочу понять, какую пользу я из этого вытащу. Я вижу, что человек бессмертен, да, человек перевоплощается, что есть параллельные миры, это мир каждого человека, что этот первый шаг, первый круг жизни от этой земли и этого неба до новой земли и нового неба, он будет всегда. И души все, творимые Богом, как на конвейере, посылаются всегда в эту начальную точку. И все мы это проходим. Но опять же, даже после так называемого не то, что нераскаяния в своем грехе, а еще дальше наваливая на себя, начиная тыкая друг на друга, уже второй грех, но я его по сути первородным и называю, говорю, у нас вечно все виноваты кругом, кроме меня, агнца непорочного, все сатана, люди вокруг меня, типа Евы Никудышной и самого, конечно же, творца, который все это дал, не уследил за ними, зачем-то вообще их создал, и все во всем виноваты, кроме меня, непорочного агнца. Бог их умершвляет? Нет. Нет. Кожаная одежда, и как мы знаем из Писания, Адам с Евой, образно говоря, прожили еще тысячу лет. Это разве секундная смерть? Нет. Прожили еще, пожалуйста, тысячу лет. И, кстати, Господь Адаму что-нибудь рассказал, да, Он ему о первоплощениях не рассказывал, и нам, соответственно, через эти Писания, а Он что-нибудь ему об Иисусе рассказал, о первом его, о своем явлении во плоти, потому что я верю, что Иисус – это Бог, явившийся во плоти. Он что-нибудь Адаму рассказал? Когда притягивают эти стихи, это только мы с вами, живя после Рождества Христова, после явления Бога во плоти, Его жизни, Его учения нам доступны. Это мы сейчас видим, что после этого грехопадения и после всего вот этого расследования Господь говорит за то, что… что Он говорит? Змею, за то, что ты сделал это, проклят ты, пред всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу, и притягивает это к Иисусу, к Богу, явившемуся во плоти. Я согласен, это можно притянуть, потому что Бог явился во плоти, приняв образ человека, дав нам пример, как в сыне, в сыне, в сестре, в дочери, как угодно хотите, да? Бог нам показывает. Но здесь речь-то не о Его втором пришествии, не о первом. Вы когда-нибудь вдумайтесь в то, что вы это слышали бы от Бога, не зная ничего о первом Его пришествии, о явлении Бога во плоти. Вы развязайте стихов, вы поняли, что речь идет о Евангелии, о евангельских событиях. Нет, нет. Что можно понять? И вражду положу между тобою и между женою. Здесь об Иисусе вообще никакой речи. Речь идет о том, что Ева будет враждовать сатаной. И между семенем твоим и семенем ее. Между семенем сатаны, детей сатаны, и между семенем ее. Ну и что? Ну хорошо. Иисус тоже родится. Бог явится во плоти через женщину. Ну и что? Он ему не говорит, что это будет после... Это будет между семенем твоим и семенем ее. Ее конкретно, Евы. Это же не Ева родит, Бога, явившийся во плоти. Не через Еву он явится, а через Деву Марию, через еще сколько там, пять тысяч лет. А он говорит, между семенем ее. Да и понятно, это только мы сейчас, зная эти уже происшедшие события, как Господь и сказал, когда даже пророчествовало в последних временах, что лишь когда события происходят, и мы как вот видим, что деревья весной распускаются, значит, близко лето, то мы это все понимаем, это понятно. Вы читаете все эти слова? Хорошо, о втором пришествии здесь что-нибудь есть, Иисуса? О страшном суде? О воскресении? О первом воскресении? О втором воскресении? Вот что знает Адам об этом? Я, кстати, это понятно, у меня сегодня такой разговор, и тут все вперемешку, и то, что это все писание написано людьми, и Библия – это не Слово Божье, и все нам раскрывается постепенно, и тут я о бессмертии, о реинкарнации, все будут у меня немножко в каше, я хочу просто это показать все вместе. Разве здесь что-нибудь Бог говорит Адаму? Адам вообще какой круг жизни прожил? Он много чему научился, много чему он познал. Он познал Евангелие, он познал, что надо любить даже врагов. Да он Богу тычил, укоряя его и в грехе того, что он вот все вот это вот ты же мне дал эту жену, которая вот соблазнилась на запретный плод. Как вы думаете? Мы вообще видим его покаяние как таковое. Да, Бог сшивает им, сотворяет им кожаные одежды, мы все это понимаем как смертное бытие, уже видимое. Опять же умирает он только через тысячи лет. Опять мы так это читаем, знаете, а на самом деле мы не понимаем, как все это было. Было ли это насколько реально? Был ли это голос Божий внутри, в сердце, явный, неявный? Как все это было? Бога он видел, не видел, или только вот именно голос его слышал? Насколько Бог давал ему себя осознавать, ощущать, переживать? Ну, конечно, сегодня я не столько хотел тему вот этого бессмертия. Книга пророки Ионы. Я говорю, получается, просто я буду много говорить, проще было бы ее прочитать, но вы все ее должны и так знать. Я, кстати, как-то с сестрой Викуль ее читал, она у меня, в принципе, есть на канале Христолюб Чтение, вы можете ее найти в книгу пророки Ионы. Правда, записана она сейчас там на лайве, на бывшем, ну ладно. Вот. Я вам так своими словами, я говорю, я думаю, что кто не часто слушает или вообще не слушает мое чтение писаний, некоторым нравится такой формат, ну вот я поэтому и пересказываю. Проще было ее прочитать, она четыре главы всего. Бог говорит одному из своих пророков по имени Иона, иди в великий город, это был огромный город его времени, столица Ниневия. А что он ему говорит? Иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, с этого начинается книга, ибо злодеяния его дошли до меня. Ну, кто знает, Иона убегает, там происходит кораблекрушение корабля, он попадает, по божьей воле, киту в желудок, да, потом он его выплевывает, и Иона все-таки решается идти, понял, что бежать от Господа не бесполезно. Ну, об этом две главы. Третья глава опять начинается. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй мне, что я повелел тебе. А что он повелел, Бог Ионе? И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы, то есть это огроменный город, который три дня пешком надо было пройти только вдоль от одного края другого. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день и проповедовал, говоря, что Бог-то ему сказал, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Мы, кстати, не видим, что он проповедует покаяние. Мы, если дальше читаем, мы видим, что Иона будет очень сильно горевать о том, что Бог, а Бог-то не уничтожил Ниневию. И он будет очень сильно горевать, что она не разрушена. Вы знаете, ведь Иона надо задуматься, кто читает эту книгу, он же не проповедует покаяние. Он им просто говорит, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Не надо мне влагать невидимые слова между строк, что типа вот он там проповедовал покаяние. Нет. Он убежденно говорил, что еще сорок дней, и будь все разрушено, и вам всем крындец. Все. Покаетесь вы, нет, не имеет вообще знания. Он не призывал к покаянию. Он просто констатировал факт. Это мы видим, кстати, вот именно. Одно дело вы мне между строк влагаете, что он проповедовал покаяние, а другое дело как раз мы читаем. И следующие строки, которые говорят, что он не проповедовал покаяние. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост. Поверили во что? Они поверили в то, что будет разрушено через сорок дней. Не в то, что он призывал к покаянию. Они поверили, что лекается. Этого не написано. Они поверили вот этим словам. Еще сорок дней. Я читаю прямые тексты, просто у вас его на экране, сами открываете книги тогда и смотрите. Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу вот в это, что будет разрушено. И объявили пост, собственное желание выявили. И одевшись во вретище от большого из них до малого. И это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепли и поперел провозглашать и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко выпияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Что дальше? Какой приказ? Там правда непонятно, то ли это все-таки цитата, то ли уже автор делает выводы. Ну, по сути, это все-таки как написано слово царя и его вельмож. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. То есть Ниневии не говорил, если вы покаетесь, Бог от вас отвратит. Он просто ходит и говорит, 40 дней вам капец. 40 дней вам капец. 40 дней вам капец. Вот все, что он ходит, говорит. А люди, зная, что все-таки Бог есть любовь, Бог милосердие, это знает каждая. А, кстати, причина, по которой, и сейчас мы в четвертой главе-то узнаем, и он и побежал, он потом, когда увидит, что Ниневию Бог помиловал, он скажет, я же знал, что ты не сделаешь того, что говорил, потому что я знаю, что ты любовь. Но так-то он не говорит, я говорю, надо обратить внимание. Бог-то делает из себя сердитого седого злого дядьку, и не делает. Он не говорит, даже если покаетесь. Он просто говорит, 40 дней вам капец. Сказал Бог так его не говорить. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути свой, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Он сказал, что он и ведет. Он не ставил никаких условий. Он уже все сказал. Вопли дошли до меня. Первые стихи. Мы читаем. Встань иди в Ниневию, горд великий, и правай в нем, ибо злодеяния дошли до меня. Все. Он вынес вердикт. Бог уже все. Суд вынесен. Вам капец. Злодеяния я ваше вижу. Вы неисправимы. Вам капец. Все. Пойди скажи им просто об этом. Последние 40 дней. Ешьте, пейте, веселитесь, спите с женами, с вашими, играйте с детьми. Все. Вам капец. 40 дней. Люди знают, что Бог есть любовь. Сначала иона. Не идет. Мы видим, кто читал. Он убегает от голоса Божьего в другую сторону. Бог его возвращает. Опять. Он говорит, нет, иди. Люди тоже. Они не слышны никакого условия. Они просто сами понимают, что лучше они этот 40 дней, ибо Бог есть любовь. Все-таки попытаются покаяться. А вдруг Бог помилует их. И Бог милует. Четвертую главу мы читаем. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей. То есть, возможно, нам сокрыта некоторая беседа, конечно, иона с Богом. Потому я и побежал в Фарис. Ибо знал, что ты, Бог, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И сожалеешь о бедствии. Кто знает, там дальше история с растением, с тыковкой. Ибо Иона сидел за городом в таком пекле, на такой жаре, в зной, в самый дневной зной. И с ума сходил и говорил, Господи, забери уже жизнь мою от меня. Я сейчас помру от этой жары. А чем заканчивается книга? Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Бог даже животных любит. Вот эти все-все сожжения, кто со мной читал, читает сейчас Ветхий Завет, тот знает, я все это показал от начала. Нигде Бог не просил ни Каина, ни Адама, ни Еву, ни Каина, ни Авеля, никого никогда ни в какие жертвы приносить. Ни Ноя, ни Авраама, ни Сака, ни Иакова, ни Моисея, ни Иисуса Навина, ни всех пророков и царей и ни одного человека на земле Бог не просил приносить ему кровавые жертвы. Это делали сами люди по собственной прихоти. Конечно, ролик мой сегодня основная тема опять, это Бог есть любовь. Но называй я последний ролик, если вы заметили специально. Бог не любовь, Бог не прощает. Заметьте, какая фраза. Книга Ветхого Завета, гениальная просто, открывающая нам истинного Бога. Бога Отца, конечно, в частности, Ветхом Завете мы всегда видим. Ну, правда, мы поступки видим. Иисус нам открыл сущность себя, какой Он по сущности. Ну и тоже, Он говорит, в делах мой отец, отец во мне, то, что творит отец, и я творю, абсолютная любовь. Поэтому, когда мне просто тыщут, что я говорю что-то сверх Писания, я всем говорю, вы контекст общий знаете. Предыдущий ролик, кто смотрел, последует смотрит мои ролики. Общий контекст Библии всей и вообще истины и мироздания. Это есть Бог. Бог есть истина. Бог есть любовь. В чем это истина? В том, что Бог есть любовь. Бог есть бессмертие. Бог есть свобода. Бог есть благо. Человек зло. Бог есть любовь, и Он нас родил, и Он нас воспитывает. Вот Бог сказал все во второе пришествие всем капец. Я говорю, а с чего вы взяли, что Он не помилует? А с чего вы взяли, что Он точно так же, как Адаму с Евой, не скажет еще раз? Последний раз. А может предпоследний. Может последний скажет. Ну говорю, давайте хотя бы до последнего дорастем. Хотя бы чуть-чуть свое сердце изменим. Когда все восстанут на суд, кто знает, во всеобщее воскресенье. После тысячелетнего царства. Первое воскресенье будет воскресать все, кто во Христе были праведны и жили действительно достойны. А второе будет уже всеобщее, где уже и ад, и море огненное. Все там отдадут души и все воскреснут. И будет суд. С чего вы взяли, что не произойдет картина? Я вам не просто так прочитал две эти вещи. Мы опять бытие вспомнили, сотворение и вот Иона. С чего вы взяли, что Бог не помилует человека? С чего? Я всегда привожу эту притчу, которую сам Иисус сказал. Об этих жестокосердных, завистливых наемниках, которые пришли с утра Господу на него пахать и завидовали тем, и ругали Бога, предъявляли ему за то, что он и последним, которые пришли и час поработали, дал столько же. И это же притча, не забывайте об этом. И жизнь-то бесконечная и вечная. Вы скажете, ну они же хоть час поработали, а бытие-то не заканчивается. После всеобщего суда новая земля и новое небо, ну они там будут работать. Что такое работа? Любить будут. Будут жить свято. Кто вам сказал? Что даже в этот последний час их жизни, так скажем, во время этого суда, они не покаются. Наказание всегда должно быть за преступление? Не всегда. По идее, да, мы вкушаем. Но у кого есть дети, вы прекрасно знаете. Иногда да. Но если действительно, знаете, за какой-то мелочь, за какой-то проступок, да порой даже какой-то, может быть, такой крупный грешок, что-то там ребенок сделал. Но если он искренне и причем чуть ли не тут же раскаялся, да, ты воспитываешь своего ребенка, ты понимаешь, что он проходит школу жизни. Если он упорствует в своем зле, в своем грехе и раскаянивает там нечистый, ты просто, как говорится, вывел его на чистую воду там в чем-то, да, если не будут какие-то примеры, вы все их сами можете додумать, а не все жизненные вспомнить, да. Не всегда. Не всегда мы наказываем. Кто начальником был на работе, у кого были люди в подчинении, тот меня прекрасно понимает. Не всегда. Ну да, ну накосячил. Ну что? Ну что? Ну человек, семья, дети. Ну что ты будешь его? Зарплату лишать? Даже 10%. Бывает вообще. Ну, покаялся, сказал извини. Этого достаточно. Извини, это тоже что-то, это слово. Это тоже много. Это истинное раскаяние, вышедшее из сердца и в будущем. В чем смысл раскаянивать? Человек больше так не сделает, да? Я говорю, вы что такие жадные, такие злые, такие завистливые. У вас вообще есть Христос? Вообще, Евангелие приняли в свое сердце? Божью любовь. Божью любовь к людям, не к вам. А то вообще, Бог меня любит. Прими эту любовь в свою сердце. Бог тебя любит и любил, даже когда ты его ненавидел всю свою грешную жизнь. Не эту любовь просил Иисус и его апостолы принять, а любовь его к людям. Иисус как молится в Евсиманском саду своей прощальной молитвой, Господи, любовью, которую ты их любишь, хочу, чтобы в них была. То есть, это тоже любовь к кому-то. Причем, как ты вот этих вот негодников любишь-то. Там достойной любви прям были, вообще не могу. Все предали, разбежались. А Господь говорит, которую ты их любишь, это любовь. И пусть она в них пребывает, естественно, к таким же людям. Поэтому вырывать все эти стихи из контекста бессмысленно. Бог есть абсолютная любовь. Про вечные муки, про суд, про ту же самую реинкарнацию. Да человек живет, живет, и все мы это видим. Бог есть абсолютная любовь. Мало ли, что нам там сказано, вначале Бог сказал, умрешь. А он не умер. А он еще тысячу лет жил. И опять, как умер-то? Бог сказано, сотворил человека из этого праха земного и вдунул в него дыхание жизни. То есть, дал человеку себя личность. И лишь прах в прах возвратиться, эта личность больше не умирает никогда. Да. Господь не сказал, я тебя уничтожу. Вот именно, получается, само это слово смерть, когда Бог сказал, сказал настолько абстрактно, что ему надо будет даже... Причем человек же был бессмертен. Ему надо было даже тело одеть опять в кожаные одежки. Мы все знаем, вот в эти вот, которые потом мы будем скидывать. Вот именно, получается, не одну тысячу раз сможет. То, что Господь еще первому человеку ничего не рассказывал о реинкарнации, да он смерть-то не знает, чего ему эта реинкарнация. Он никогда вокруг себя смерти не видел, сам не знает, что это такое. О какой реинкарнации, о том, что у него будет много опыта в жизни, Бог будет рассказывать Адаму. Он ему о смерти-то сказал и то. Как мы видим, у него познание этой смерти оказалось еще растянутое в тысячу лет. Они не поняли, что такое смерть. Бог их одел в эти кожаные одежды лишь только когда Каину Белавили, возможно, они поняли первый раз, что такое смерть. Не вкусили они ее никаким образом. Они даже не знали. Даже эта кожаная одежда, этот человек может дать только чувство смерти какой-то. Но они не умерли. Там начинает это толкование, все хорошо, красивое духовное толкование. Душа у них там умерла. Да как раз как может душа умереть? Дыхание жизни, которое в тебя, это ты и Бог одно и то же, потому что Бог тебя в себя вдунул. Но это ты, это личность, которая себя осознает. Она не умерла. Они остались как раз. Я говорю, я этими беседами, так скажем, вернее монологами, конечно, моими проповедями, хочу разные вещи тут сразу подчеркнуть. Ну и те темы, которые сейчас уже вытрепещущие, так скажем. Мы это видим. Бог есть любовь. Сразу нам в Писании все не открыто. Сразу все не открыто. Почитайте внимательно историю с Адамом, с Евой, с первыми людьми. Сколько можно оттуда вынести внимательно. Не с какими-то заквасками тоже. Постарайтесь объективно и так, и так посмотреть на мир. Мы же видим, что, конечно, с опытом человеческой жизни, сколько я говорю, теперь-то я уж убежден, что мы все действительно чуть ли не по 7 тысяч лет прожили. Конечно, опыт сейчас, и нам скажется, и мы, как вы знаете, вот я говорю, мы, я прошлый ролик, кто, говорю, последователь, смотрит, я сказал про эту Библию. Это какой бред, я каждый раз говорю, на Ветхий, на Новый Завет смотреть через призму Ветхого. Ты наоборот на Ветхий. И судишь Ветхий Завет через призму Нового, через жизнь и учение Иисуса. Ты смотришь на жизнь и учение там апостолов, пророков, всех этих участников исторических личностей, всего Ветхого Завета. И ты имеешь право, и ты обязан так делать. Мы не можем опять в первый класс сесть. Это глупо, как я говорю, 30-летнему мужику сесть в песочницу и лепить куличики. Это как раз стыдоба. А то, что ты меняешься, то, что ты развиваешься и растешь, это нормально. В жизни есть только одна постоянная перемена. Надо это запомнить. Одна постоянная. Это точно неизменная вещь. Это все, что в жизни все время меняется. Вот это действительно неизменно. Мы читаем о чем? В тех же самых потом... О том, почему я говорю, сейчас опять привожу к истине, к познанию, конечно, хочется мне сказать. Особенно тот, кто ссылается, как и мои проповеди, еще на Писании. Там есть уровень, там есть рост, развитие. Надо понимать, что кому когда было сказано. Так что, так что вот так вот. Ну, я говорю, у меня вот сейчас такие темы, я их пытаюсь разделить, а у меня не очень получается. Хотя, как разделить? Бог не дели. Бог, любовь, любовь. Свобода, свобода. Бессмертие, бессмертие. А что делает эта душа? Где вот она? Ну, пожил человек 10 лет, и что дальше? И умер ребенку. И где он? И спит до первого воскресенья. Правда, почему до первого? Только потому, что его крестили на восьмой день в православной церкви, в истинной православной церкви. Все. Именно поэтому он в первое воскресенье восстает. Бог его ни за что не судит, потому что он еще маленький, и эти грешки можно простить. И он опять живет, познает жизнь и грешит. А как он будет не грешить? Ведь ему 10 лет он жизни не видал. Вот так вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Ну, в принципе, я все сказал. Я хотел вот эти места опять пощупать, потрогать. Следующий ролик я хочу просто о первородном грехе, об этом сказать. О том, что вот именно люди все время забывают, что вечно у нас все виноваты. Я, конечно, в этом ролике сказал, но в следующий раз мы еще, я хочу некоторые вещи подчеркнуть. А здесь, конечно, основная цель опять поговорить о Боге. А у него три основных природы. Любовь, свобода и бессмертие. И нам они раскрываются в делах, в мироздании, в божьем замысле человека постепенно. Это надо понять. Нигде, конечно, Бог не давал заповедь. Какие вообще он ему мог дать конкретные заповеди, если это чистый лист? Адам с Евой. Какие заповеди он ему будет давать любить врага, если еще никаких врагов не существует? Он сам человек, сам себе враг. И у Адама кто обидел? Никто. Твое дело было греха не творить самому лично. Соблазнили тебя. Видишь, какой несчастный бедный. И давай тычь на всех подряд. Мы учимся. И вот это мы все познаем. Любовь, свобода и бессмертие. И это, я говорю, в принципе, это константа, так как это сущность. Самое первое начало определения, первое определение, как называют, сущность бытия. Это Бог есть это. Но в делах, в мироздании мы постоянно это мучаемся и познаем. Так что вот так вот. На этом у меня все. Так, немножечко пошевелили наши внутренности головы или сердца. Надеюсь, вам что-то это даст какую-то пользу, назидание. Заповедь помните. Это все, конечно, хорошо. Мы об этом, конечно же, осуждаем непраздно. Я говорю, это не хайповые какие-то темы, а то же самое реинкарнации, когда я говорю. Это много дает в жизни. Я об этом еще запишу ролик. Уже я говорил, что это для меня лично открыло. Какие заполнило пазлы, клеточки, да, в недостающие в картине мировоззрения моего. Вот это все непраздное. Ну, конечно же, самое истинное. Я всегда говорил, понятно, бессмертие, оно просто есть. Веришь ты в него, не веришь. Оно просто существует. Бог бессмертный. Свободой ты обладаешь, это каждый знает. Ты сейчас можешь делать все, что ты захочешь. А самое важное и цель нашей жизни – это подвязаться и усовершенствоваться в любви к человеку. Ну, и ко всему Богом созданному, естественно. Это и к животным. Надо наконец перестать их убивать. Не ради еды, не ради шкурки. Потому что невозможно любить человека и ненавидеть животное. Так что в одном сердце не живет любовь и ненависть. Ну, вот так вот. Все. Я с вами прощаюсь. Кому мои ролики полезны и назидательны, вы знаете, что делать. Делитесь в комментариях вашими мыслями, размышлениями, эмоциями, вопросами. Все, что у вас там на сердце. Я с радостью читаю. Отвечаю по воскресеньям. Всех целую обнимаю. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. До встречи в следующем ролике.